По информации Минздрава, прививки из заболевших никто не получил. Также выяснилось, что двое малышей, которые поступили накануне в больницу, ходили в один детский сад. Из детей двое у нас госпитализированы, находятся в больнице. Один ребенок в детской, в Черногорской. Один ребенок выявлен по контакту. Он находится под наблюдением в домашних условиях. И женщина беременная. По госпитализации она отказалась, в связи с тем, что у нее трое детей маленьких дома. Врачи находиться будущей маме дома разрешили, объяснили тем, что инфекция протекает в легкой форме. Также Минздрав объявил, что порог заболеваемости гриппом и ОРВИ достигнут. За третью неделю 2016 года в больницы обратились более 2000 человек. Основная часть из них дети. Это на 43% больше, чем недели раньше. В период эпидподъема самая сложная ситуация в школах и детсадах. Дети первые в группе риска. Не стало исключением и этот год. По информации Роспотребнадзора, в селах Акасии уже не работает одна школа и два детских сада. Еще несколько образовательных учреждений закрыты частично. На каникулах целые классы и группы, где заболело более 20% воспитанников. А именно, на карантине школа восьмого вида в поселке Целином и детсад в Шира. Закрыты несколько групп в двух детсадах Усть-Абакана и еще в одном в селе Комунар. А также учебный процесс приостановлен в одном из классов второй школы Абакана. От массовой эпидемии жителей Акасии спасает мороз. Однако есть опасения, что если в феврале потеплеет, то и гриппозных больных станет больше. Тем не менее, медики просят жителей республики не паниковать. Лекарства в аптеках есть. Для лечения осложненных форм у нас есть все возможности. И терапевтические отделения, педиатрические отделения. Ну, если потребуется реанимационная помощь. То есть, для этого созданы все условия. Сейчас в стационарах республики находится 102 человека, заболевших ОРВИ и гриппом, в том числе 85 детей. Как отмечают врачи, простой грипп и свиной легко спутать. И чтобы не заниматься самолечением, лучше при первых серьезных симптомах, а это резкое повышение температуры и расстройство желудка, обратиться в больницу. Мария Добрынина, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия.